всем привет вы на канале земли датьяны если вы еще на меня не подписались то подпишитесь на канал на telegram на дзен еще я создаю группу вконтакте на всякий случай чтобы мы с вами точно не потерялись так что все ссылочки будут в описании под видео заходите на всякий случай пусть будет ну что ж что сегодня нас ожидает безумные новинки также у нас будет разговор о внешности ребята мне говорят что я вроде как стильно одеваюсь спасибо большое поэтому мы поговорим о чувстве вкуса стиля и индивидуальности в игре кстати зацените звук я наконец-то дождалась свой микрофон с алиэкспресс пока цены еще не взлетели поэтому звук у нас будет точно сегодня отличный но и голос у меня уже получше я уже поправилась ну что же давайте перейдем к новинкам доната который в принципе нам уже наверное не доступен напишите в комментариях кто смог купить донат и каким способом вы его смогли купить но если конечно у меня есть такие люди и так значит в новинках доната у нас все что касается дня святого патрика это костюмчики различные чулочки и какие-то там еще аксессуары давайте посмотрим в общем два зеленых костюма на девочку и на мальчика но костюмы такие знаете примитивные я даже не посмотрела цену доната стоит ли вообще тратить деньги на донат тем более у нас очень похожие вещи да даже не похожи а лучшие в коробке о котором потом поговорим с вами ребята я вот здесь конечно не поняла пока не развернула голову не на свою лысину опять баг с примеркой но это вообще обратно перехожу на мужичка на женщину и вроде как шляпочка появляется но вот еще раз до вернемся к тому что в донате не такие прям прикольные вещи но вот прикольные мне гетты понравились но я понимаю что их носить не буду даже если бы они в принципе были в магазине за вакуинцы но тем более день святого патрика один раз в году и не так часто у нас люди ходят в таких костюмах по локации так а теперь давайте в новинки магазина здесь конечно меня немножко убили новинки просто одна и так точно значит во первых я говорила что я хотела бы такой же стиль как мужичка такая черная футболка с спортивными штанишками но в общем нам предложили такой же стиль я поняла что я неправильно эту фирму произношу дроп скинс по моему так вот прикол в том что здесь какие-то хвосты впереди и сзади болтается едем дичи сильно этот костюм не зашел этот костюм прикольный тем что у него есть сзади капюшончик но опять же счета темная а вот это просто ребята шапка шапка не угоняй к внешность называется а еще можно скрывать внешность если она совсем не удалось у вас вот этот белый костюмчик вы уже заценили наверное в начале мне он кстати очень понравился ну штаны так себе а вот вверх прям супер поэтому я его сразу купила платьица ну интересный стиль по крайней мере что-то новое вишневое черное но мужичков кстати это бейсбольная шапка кепка и шапка и кепка так вот вопрос как в этом можно играть если не видно ни глаз не рта как люди там дышать могут какие-то но вот костюмы на мужичков в этот раз немножечко подкачали но как-то страшно вастенько ну не примитивно согласитесь какой-то даже не он не спортивный костюм но блин можно было бы цветной что ли сделать а какой-то костюм блин работника автозапчастей так такая же маска шапка на мужичке ну и в обычном магазине ну как бы да где не одежда а предметы интерьера у нас добавлены тоже интерьеры на различные предметы и там украшения в честь дня святого патрика вот это подкова мне понравилось интересно смотрится у нас различные такие арочки есть и цветочные и сердечками поэтому я думаю что из всего этого я наверно арку прикуплю ну так на вскидку я не даже не посмотрела сколько она стоит если она не сильно прям дорого как бы адекватная цена то тогда я куплю но кроме этого еще у нас различные предметы для яхты вот то что у нас были фламинго и пончики но в принципе у нас и так это в магазинах есть я не знаю смысла ли тратить на это деньги так ну что у нас дальше давайте в позы перейдем в позах у нас добавлено несколько парных и танец интересный так поза в моих глазах твои глаза так в моих глазах твоих глазах ну танец кстати прикольный я когда снимала хотела снять клип вот мне нужен был танец именно ирландский я его блин нифига не нашла а когда уже мне он не нужен естественно его сделали в магазине ну окей танец есть можно принципе что-то придумать интересные позы такие вот для влюбленных томные размышления кстати довольно таки неплохо можно прикупить цена в принципе такая средняя не сильно дорого не сильно дешево так что нормально так а теперь давайте к событиям перейдем но там в принципе не особо и чего интересного есть как-то маловато добавили music социалити я заходила подарков нет но вот добавили загадочную коробку они немножко попозже мы с вами поговорим я вам расскажу некоторые секретики ну и скоро у нас вечеринка но ребята это обычная локация скорее всего какого-то креатора чтобы опять продвигать так а теперь давайте коробочки перейдем значит в коробочке у нас самое интересное это значок я им в свое время выбила потратила конечно уйму денег ну и также разные предметы дню святого патрика так вот значит крутить коробку сегодня точнее ну это сегодня это было вчера для вас лучше не стоит почему скажу вам люди угрохали огромную сумму денег и не получили ничего у меня подруга крутила говорит ну блин я столько потратила сама больше пацан потратил 45 к 45 ничего не выбил помните прошлом видео говорила про яхту если она появится в общественных локациях мы обязательно и и сходим посмотрим что там вообще как бы есть и какие-то скрытые комнатки и оказалось что есть в наличии две яхты одна уже прям вся супер украшена но я хотела показать вам именно в том виде в котором она в первозданном есть вот с теми стенами с теми аксессуарами не перекрашена но тут и не знаю вроде ничего человек особо не делал кроме как расставлял там вещи но вот смотрите вот у нас такая рубка капитана с таким пультом управления и различными экранами вот что скрывалась как раз за теми дверями куда нас не пускали до у нас это локации была в общественных ну чисто вот так под показать но и в принципе больше здесь ничего нет то есть нас принципе на эту палубу не пускали но здесь и так пусто в принципе можно принципе любимое слово можно и сверху посмотреть но вот руку посмотрели и слава тебе господи ну что ж давайте теперь перейдем к части где я буду говорить о стиле и внешности в игре как и в жизни вы в принципе можете одеваться и выглядеть как вам нравится как вам комфортно но учитывая что в игре столько возможностей создать своего уникального персонажа с помощью различных средств глаз увеличения уменьшения там ну почему не сделать это красиво а не делать копирку вот я к чему веду так что не надо меня с санными тряпками закидывать что я бомблю по поводу таких внешностей просто такая ситуация вышла что он на локации я пришла и сказала что блин почему у нас половина детей делают внешность вот наподобие вот следующих да таких вот лягушечек жабок с такими губами длинными с косыми глазками постоянно в очках билетные как поганки и много-много вот кровавых пятен еще тема на бледном лице сделать дед мороз красный нос но вот и у нас пошла из-за этого перепалка с людьми я пыталась пацан оскорбился тем что оказывается вот ты меня оскорбила я говорю как я тебя могу оскорбить если я даже не видела твою внешность я открываю профиль а там просто вот все то что я перечислила все было в одном флаконе так вот у меня вопрос ребята если вы топите за индивидуальность то почему вы не сделаете персонажи которые будут отличаться и будут иметь свой собственный стиль они такие которые вот я просто мне не пришлось много времени тратить я просто заходила перри заходила на локации в каждой локации вот такое вот например чудо как сейчас я видела губы а громадные глаза маленькие бледная и с различными вот этими кровоподтеками как бы трупные пятна их называют или здесь вот просто вот неужели как бы не хочется сделать что-то красивое а тут просто троица и как их увидела два ребята да просто подарок для меня для видео просто в три в одном называется как делать не надо внешность ребята не я говорю если вам нравится конечно делайте но потом не удивляйтесь что вы похожи на одного из просто миллиард таких же персонажей причем этим грешат в основном маленькие ну скажем да такие дети у которых наверное еще чувство пропорции не развита то есть им хочется что-то сделать больше что-то супер меньше и поэтому они стараются не делать свою а просто вот увидели у кого-то и копернуть но вот вы заметите да кринжова смотрится то есть один персонаж просто копирует другого и как вот запомнить в этом потоке вот этих вот жабок до кого-то ну вот согласитесь с такой внешностью в аваке просто миллиард девочек ходит также где тапочки также кровоподтеки столько красивой одежды но почему-то вот у меня вопрос возникает окей хорошо вот губежки куда до доноса доводить ребята если вы хотите как бы я не знаю туториал как создать красиво персонажа не похожего на другого так блин просто экспериментируйте экспериментируйте не копируйте вы внешность других или не делайте вы кринжовую внешность многие скажут а мне так нравится но нравится но ходите как тысяча таких же это миллионы которые ходят в аваке ну что ж ребята надеюсь видео вам понравилось немножко я вас развлекла кто-то сейчас будет бомбить в комментариях кто-то может быть увидел себя в этом видео но извините это лично мое мнение я не говорю что надо быть похожей на меня делайте свои персонажи нравится такими ходить ходите ну что ж а я с вами прощаюсь всех люблю целую обнимаю обожаю всем пока пока